Решила сэкономить, а в этом магазе даже тележки картонные. И не говори. Кажется, сейчас пойдет дождь. Это что такое? У нас тут дырка, короче. О, прошел вроде. Заживись, я теперь вся мокрая. И тележка ваша расклеилась. Не проблема. Я пробью все здесь. Не нужно, я лучше в нормальный магазин пойду. Вот это кринж. Не обращайте внимания на тот нищий магазин. Вот это сервис. И почему клиенты такие нервные? Благодаря соседству с твоим нищим магазином, мне скоро деньги некуда будет складывать. Поздравляю. Хотя, лучше тебе убраться отсюда. Тебе нужно. Ты убирайся. Это мой магазин. И у меня есть этому подтверждение. Убираться. Вот. Эльзиум, ты можешь подтвердить только то, что ты лузер. Алло, Дилан, срочно неси мне документы в магазин. И зачем отцу прямо сейчас понадобились эти документы? Снова мама заставляет помогать в ее магазине. Терпеть этого не могу. Ты видишь, куда идешь? Прости, я такой неукрежий. Да это мне нужно меньше в телефон смотреть. Меня зовут Синди. А я Дилан. А куда так спешишь, Дилан? К отцу в магазин. Он у меня бизнесмен. А, знаю, рядом с нами один магазин. Но он такой бедный. Ну, я бы так и не сказал. Ой, прости. Проходи. А, ты милый. Вот, блин, документы забыл. Только не это. Папа меня убьет. Наконец-то. Где ты застрял? Я там встретил. Пойдем, я покажу этой богачке, что это мой магазин. И он будет здесь навсегда. Ох, а вы что сюда приперлись? У вас все равно нет денег на покупки в нашем магазине. Вот, чтоб ты знала. У меня тоже есть документы на мой магазин. Да это просто грязная бумажка. Как грязная? Дилан! Это я на них случайно наступила. Мам, мы ведь когда-то тоже начинали с маленького киоска. Правильно, доченька. Какой магазин, такие документы. А теперь валяйте отсюда, пока мой магазин не пропавший вашей визитностью. Да мой магазин станет еще успешнее, чем ее. Ах, ну какая же она красивая. Эй, работай давай. Куда уставился? А этот Дилан симпатичный. В сторону этого бедняка даже не смотри. Поняла? Мам, тебе работы мало. Сейчас добавлю. Какой же сок лучше взять? Этот или этот? Этот или этот? У меня для вас есть предложение получше. Синди, нам нужен самый свежий сок. Блин, как же тяжело. Что это? Это спецобслуживание. Фрэш для наших лучших гостей. Класс. Я теперь буду ходить только в ваш магазин. Вот видишь, как нужно привлекать клиентов. Учись. Нет, ну это уже перебор. Дилан, нам тоже нужно придумать, как привлечь клиентов. Может, сначала меня рассчитаете? Девушка, можно себя поведливо вести? Иван, а ты не хочешь мне помочь? Это дерево такое тяжёлое. Конечно, сейчас. Только покупателя отпущу. Эй. Дилан, ты что творишь? Я? А что такое? Не магазин, а фигня какая-то. А как же ваши покупки? Дилан, ты о чём думаешь? Мы так разоримся. Мне есть дела поважнее. Какие ещё дела поважнее? Дилан, мы так скоро без работы останемся. Может, мне показалось, что я нравлюсь Дилану? Иначе он бы давно пригласил меня на свидание. Ну, давай, Дилан, действуй. А то так и будешь мечтать о Синде. О, ну наконец-то. Вот фигня. Синди. Дилан, а ты что тут делаешь? Спасаю тебя. Что, не видишь? А откуда здесь взялся этот скейт? Ну, это... А тут коробка. Синди, я хочу позвать тебя на свидание. Дилан. Ну, это мой старый скейт. Так ты пойдёшь с нами на свидание? Ну, с учетом того, что ты меня только что спас, я, конечно, пойду. Класс. А только вряд ли тебе понравится ужин, потому что у меня нет денег. Не проблема. Заплатим каждый за себя. Супер. Я обещаю, я угощу тебя когда-то самым вкусным мороженым. Увидимся вечером в кафе. Да, главное, чтобы мама не узнала. Нужно было сразу сюда приходить, а не в тот ужасный магазин. Вы сделали правильный выбор. Это самый лучший магазин в городе. И самые высокие цены. А в этот клоповник лучше не заходить. Это она мой магазин клоповником назвала. Эй, это была моя последняя еда. О, хотя, ты мне еще поможешь. Мы же в лучшем магазине города. Я обидеваю. Будешь знать, как оскорблять мой любимый магазинчик. И откуда в моем магазине взялась эта мерзость? Как я сразу не догадалась. Ну, нифига себе. А я думаю, где этот диван? Интересно, а что его связывает с этой дочкой-богачкой? Спасибо за тобой, крутой вечер. И тебе спасибо, что проводишь со мной время. Пройдемся? Да. Мой сын встречается с богачкой. Ну, красавчик. А, это мне еще пригодится. Хорошее кафе. Нужно бы чаще сюда приходить. Один, два, три. Ну и мне поесть. Нет, что-то маловато. Цена. Да. Так-то в самый раз. Миди, в твоем магазине? Поверить не могу. Ты что, ограбил кого-то? Нет. Просто их не доели Килл и Синди на свидание. А я думаю, чего давно пропадать? Объедки собираешь. Стоп. На каком еще свидании? А ты что, не знал? Наши дети встречаются. Этого не может быть. Мои дети не могут встречаться с Мидиком. Эй, осторожно, размахивай своими граблями. Ты мне петлю испортила. Мам, что случилось? Ты чего кричишь? Ты еще спрашиваешь? А ну-ка, пойдем поговорим. Что тут происходит? Китти узнала, что ты встречаешься с Синди. Походу, она в ярости. Кто-то сомневался. Ты не будешь встречаться с Сином этого бедняка. Иначе... Иначе что? Иначе лишу тебя всех денег. И пойдешь просить милостыню вместе с ним. Эй, мой сын не просит милостыню. Я всегда знала, что ты помешана на деньгах. Но никогда не думала, что тебе будет пофиг на мое счастье. Синди, стой. Ну, встречались бы они. И что такого? Моя дочь никогда, слышишь? Никогда не будет встречаться с твоим сыном. А теперь проваливай отсюда. Ненормальная. А на кассе есть кто-то? Я бы хотела купить это. Ты нищая. Мне такие клиенты не нужны. Что? Проваливай, говорю, отсюда. Почему моя жизнь должна зависеть от бумажек? Синди, нам нужно поговорить. Дион, прости. Моя мама, она сама не знает, что говорит. Твоя мама все правильно говорит. Мы не подходим друг к другу. Ты не должна из-за меня страдать. И лишаться карманных денег. Что? Что за фигню ты говоришь? Богатые должны встречаться с богатыми. А бедные обречены на одиночество, как я. Нет, это неправда. Послушай свою маму, Синди. Так тебе будет лучше. Нет, Дион, не бросай меня. От этих денег отдук несчастье. Ну как он мог со мной так поступить? Вам повезло, что вы выбрали именно наш магазин. У нас товар самого лучшего качества. Я думала, у нас взаимная любовь. Синди, у нас клиент. Все, будьте в этом бедняке делания. Раз и навсегда ты меня поняла? Поняла, мама. Рады видеть вас в нашем магазине. Вы стали тысячным покупателем нашего магазина. А это ваш приз, который вы сможете потратить на следующие покупки. Офигеть. Вот это я понимаю. А я тебе всегда говорила, что ты не в тот магазин ходишь, подруга. А у вас нет никакой акции? Конечно же есть. Дилан, ты чего сидишь? Сканируй покупки. Сейчас. Поздравляю. Вы стали нашим тысячным покупателем. Ура! Папа, ты что творишь? Подыграй мне. Это ваш приз. И это все, да. Какой магазин, такие и призы. Как же ты меня достала? Все, с меня хватит. Я больше не буду работать в этом магазине. Лучше бы этого магазина вообще не было. Сынок, что-то я приболел. Ты можешь сегодня уйти на работу вместо меня? Я же сказал, что больше моей ноги в этом супермаркете не будет. Ой, мне становится хуже. Пап. Что с тобой, тебе плохо? Ой, мне очень плохо. Если мой магазин закроют, я никогда не выздоровлю. Ладно, ладно. Я пойду на работу. Но это в последний раз. Только потому, что ты заболел. По-моему, я замечательный актер. Такс. Может, не ту профессию выбрал? Зашибись. Неужели Дилану совсем пофиг на меня? А тебе никто не говорил, что спать на рабочем месте нельзя? Уволить могут. Что будете брать? Батки. Что, простите? Да не, я сказал. Да, да, да. Тихо, только меня не трогайте, пожалуйста. Так бы сразу. А ну, стоять. Тихо, тихо, тихо. Ты что? И этим ты решил меня остановить? Блин, походу, не получилось. Знаешь, что я делаю за такие шутки? А ну, ты поверь, Дилан. Дилан, спаси меня. А это кто еще такой борзый? Ты что, ненормальный? Теперь с этим вором разберется полиция. Спасибо тебе, Дилан. Ты спас меня. Любой бы на моем месте поступил бы так же. Может, дадим шанс к нашим отношениям? А может, разберетесь, когда меня здесь не будет? Противно смотреть. Скоро будешь смотреть на решетку в тюрьме. Пойдем сидим. Эй, Аня! Как же я рада, что мы снова с Диланом вместе. Эй, мне еще долго ждать. Может, вы меня наконец-то обслужите? Сейчас я вам все посчитаю. Отношения с этим Диланом ни к чему хорошему не приведу. Мама, этот разговор закрыт. Мы с ним будем вместе всегда. Синди, куда ты? Работать кто будет? Чего скучаешь? Да, клиентов сегодня совсем нет. Ну, я не скучаю. Смотрю, как ты работаешь. Наблюдаю за тобой. Ну что, сынок, сколько клиентов сегодня было? Что мы заработали? Ничего. И, кстати, пап, я должен тебе сказать, что мы с Синди встретили. Добрый день. Добрый день. Кто здесь главный? Я. Директор этого супермаркета. Вот и отлично. Я представитель банка. Пора платить счета. Директор. Три тысячи баксов. Но у нас нет таких денег. Значит, банк заберет ваш магазин. У вас есть два дня. Что-то мне плохо. Только не это. Не это. Не это. Не это. Не вас. Нет. Только не это. Слышала, твоего дурацкого магазина скоро не будет. Наконец-то я дождалась. Мам. Прекратите, миските. Это не смешно. Не дождешься. Я оплачу все счета. А потом. А потом. Мой магазин станет еще лучше, чем твой. Пока. Удачно. Что же мне теперь делать? И где моя жуначка? Во всем из головы полетел. Пап, ты что-то потерял? Помнишь, я копил деньги? Где они? Ты про эти деньги? 20 долларов. И это все? Я потеряю свой магазин. Пап, ну не расстраивайся раньше времени. Я обязательно что-то придумаю. Мы же вместе. Мы справимся. Ни одного покупателя сзади. Ну почему мир? Так несправедлив ко мне. Так, кажется, я еще не все взяла. Все правильно. Покупок много не бывает. Привет, пап. Заходите в наш магазин. У нас сегодня обалденные скидки. Дилан, ты спятил? Какие еще скидки? Ты разоришь нас раньше времени. Да есть, нет. Я знаю, что делают. Скидки. Обожаю скидки. Что у вас факты? Вот, например, молоко. Сегодня отдаем полцены. Класс. Смешайся молочек. Берите, не пожалеете. А зачем так орать? Ой, разбилась. Теперь вы нам должны за молоко и за клин. Это вам. Я сейчас копов выдаву. Не надо копов. Это вам подарок из нашего магазина. Обалденный у тебя план, сынок. Так они денег никогда не заработают. А знаете, у этих продуктов срок годности истек. Но я проверяла. Там все в порядке со сроками. Поверьте мне, я лучше знаю. А вот в том магазине все свежее. И цены ниже. Ну ладно. Ты что творишь? Совсем обалдела? Ну а на что это похоже? Помогая Дилану и его отцу спасти магазин. Не нафигеть! Вернись немедленно! Если хочешь заработать, нужно брать деньги за все. Синди, ты гений! А пакет вам не нужен? Да нет, спасибо. Я со своим. Вот блин. Плохой у вас пакет. А возьмите лучше наш. Он точно не дырявый. Ну ладно. Спасибо. Приходите еще. Этого все равно мало. Надо спасти магазин. Спасибо, Синди, что помогла. Я придумаю что-то еще. Это не конец. Ай, что теперь делать? А что такое, Синди? Вы так и не смогли спасти беднецкий магазин? Какое горе! Да, мама. Нам не удалось собрать достаточную сумму. Довольно? Ты еще спрашиваешь? Да я счастлива! Счастлива! Какая же ты бессердечная? Купаешься тут в деньгах, вместо того, чтобы помогать людям. Никогда не думала, что ты такая. Бедным я еще не помогала. Нужно что-то придумать. Думай, Синди. Все кончено. Уже сегодня мой магазин заберет банк. Баб, мы откроем новый супермаркет. Ты чего? Время платить на стол. Вы денежки собрали? Пожалуйста, дайте нам еще времени. Мы соберем. У вас было достаточно времени. Нет денег, нет магазина. Я куплю этот магазин. Офигеть! С вами приятно иметь дело. Так, значит, тут открою маникюрный салон. А тут будет барбершоп. Я не могу это поверить. Как мне теперь даже жить? Спасибо тебе, Синди, за помощь. Мы сделали все, что могли. Какая же ты бездушная, мама! В тебе нет ничего человеческого. Доча, не начинай. Я тебя прошу. Дила уже спас меня от грабителя. И это твоя благодарность. И видеть тебя больше не хочу никогда. Неужели моя дочь и правда считает меня бессердечной? Синди, подожди! Простите, моя мама, пожалуйста. Я сама не ожидала от нее такого поступка. Что сделано, то сделано. Забирай свои документы. Я передумала. Мама, мама! Я знала, что у тебя доброе сердце. Спасибо, спасибо! Что это на нее нашло? Это что сейчас было? Тебя что, подменили? Нет. Я просто решила таким образом отблагодарить твоего сына. Он же и вправду спас мою дочь. Никогда не думал, что скажу это, но ты такая классная! Давай обойдемся без этих нежностей. Да, они неплохо смотрятся вместе. Мне тоже так кажется. Мой магазин! Как же я счастлив, что его не забрали! Мама, может тебе стоит обратить внимание на мистера Гарри? Он хороший. Мне? Нет! Что ты такое говоришь? Посмотри, кто к нам пришел! Привет! Китик, а что ты здесь делаешь? А что у вас тут происходит? Папа в отпуске. А может поедем в настоящий отпуск? Мы так много работали в последнее время. А что? Но ведь у меня нет денег, а ты ненавидишь бедных. Вчера я поняла, что счастье вовсе не в деньгах. Поехали? Я все оплачу. Может быть, у нас что-нибудь получится. Что ты молчишь? Соглашайся, давай! А знаешь, поехали! Я готов! Штаны только не забудь надеть. Синди, благодаря тебе наш бедный магазин стал настоящим супермаркетом. Мы сделали это вместе. Интересно, что скажут мой папа и твоя мама. А это мой магазин? Что здесь произошло? Мы сделали нам тут немного поработали, пока вас не было. А где мама? Ну, как сказать? Ничего себе! А что случилось с этим бомжатским магазином? Да, его не узнать. Папа, может объяснишь, что происходит? Китти меня бросила ради банкира. Да, Китти? Что? Да, теперь мы с Нейтем встречаемся, потому что он богатый и влиятельный. Не то, что я. А, как же ваши слова, что счастье не в деньгах? Да, ляпнула, не подумав. Пойдем, Синди, мы все вместе переезжаем в другой город. Что? Нет, я никуда не поеду. Мила! Да, Синди никуда не поедет. Вас никто не спрашивает. У нас самолет через два часа. Идем, Синди, нам еще собраться нужно. А, кстати, свой магазин я дарю тебе, Гарри. Нет, Диан, сделай что-нибудь! Нет! Нет, извините, Синди! Я не могу без нее! Ура, ура! У меня целых два магазина! Ура, ура! Золотые яблоки, золотые слитки! О, моя мечта! Блин, так кто там еще? Ого! Привет, Тина! Нейт, тут папа такой трэш устроил! Он выбросил все мамины вещи! Теперь она точно не вернется! А может просто позвонить ей и попросить вернуться? Ты гений! Мне кажется, у меня наконец-то появился шанс замучить с Тиной. А может, мама реально окажется не такой упертой? Мам, привет! Мне без тебя так плохо! Вернись к отцу, пожалуйста! Никогда больше не говори о нем! Эта тема закрыта! Я с тобой так скучаю! Ты можешь хотя бы иногда приходить ко мне? Извини, Тина, но я больше не хочу видеть этого идиота Зака! Мам, я заболела! Меня нужно лечить! Это что, лед? Ты же болеешь! Ой, твой отец совсем того не занимается! Я еду! Фух! Чуть не спалилась! Мы же раньше никогда дверь не закрывали! Не, ну ты посмотри! Он уже и замки сменил! Ты? Что ты здесь забыла? Ты вообще о дочери думаешь? Она всего день с тобой уже заболела! Да что ты несешь? С ней все в порядке было! Да ему вообще пофиг! Кажется, я знаю, как пробраться в дом! Ты как мистер! Никто и ничто не помешает мне увидеться с дочкой! Неужели мама так и не придет? Тина, как ты? Тебе сильно плохо? Мама! Ты пришла! Ну конечно! Я же за тебя так переживаю! А что у тебя за вид? Твой папаша не хотел пускать меня в дом! Тина! А с кем ты там разговариваешь? Вот блин! Он не должен меня здесь увидеть! Вы как дети! Тина! Ты здесь не одна? А? Да! Не одна! Блин! Только не это! А я с книгой! Твоя мать сказала, что ты заболела! И что в этом виноват я! Здесь была мама? Мама! Нет! Нет! Ладно! У меня много дел! Я пошел! Фух! Пронесло! Ну и какой же он идиот! Даже не заметил, что ты книгу держишь вверх ногами! И на кого я тебя оставила? Да, мам! Ты должна вернуться! Пожалуйста! Девочки, у меня для вас хорошие новости! Тина наконец-то исключает из школы! Было бы круто! Как же вы не достали! Так, тихо! Завтра у нас в школе будет проходить день дочки и мамы! Мы будем выбирать лучшую семью! Вот блин! Только не это! А что такое, Дина? Твоя мама не сможет прийти! Ладно! Мне надо все подготовить! Обожаю этот день! Блин! Это все как страшный сон! Сейчас я испорчу тебе настроение еще больше! Тина! Посмотри, тебе звонят! Может быть это мама! Мама? А где мой телефон? А мне откуда знать! Ну он же был на парте! Может упал? Тина, ты что-то потеряла? Я телефон не могу найти! А мне мама звонит! Эммм... Так вот же он! Кэсси! Ты правда думаешь, что это смешно? Да я чуть со смеху не лопнула! Мама! Мне звонит мама! Да ты ей нафиг не нужна! Прекратите! Если вы и дальше будете троллить Тину, то будете иметь дело со мной! Ой, как страшно! Я вся трясусь! Меня мама любит, ясно? И она завтра придет! Ну, мечтать не вредно! Тина, ну не плачь! Давай я помогу тебе помирить родителей! Они никогда не помирятся! Они друг друга ненавидят! Понимаешь? Мама должна пойти со мной завтра в школу! Алло, мам! Завтра в школе день мамы и дочки! Какой день? И с кем ты там разговариваешь? А, ни с кем! Ирина! Ирина, я тебя не вреду! Не вреду! Я слышу голос твоей мамаши! Да почему же она от нас не отстанет? Папа, что ты творишь? Ты разбил мой телефон! Ну и отлично! Теперь твоей мамаши не будет в нашей жизни! Так что завтра за день в школе договоришь? Завтра день мамы и дочки! А из-за тебя мне теперь не с кем идти! Так я с тобой пойду! Ты? Угу! Ну уж нет! Меня и так достают в школе! А если ты придешь, они меня вообще не отстанут! Так в чем ты пойдешь? Папа, хватит! Может ты мне что, макияж будешь делать? Ну что за трэш? Макияж? Да легко! Папа! Готово! Как тебе? Какой ужас! Не, ну ты придираешься! По-моему, очень даже неплохо! Неплохо? И это ты называешь неплохо? Папа, очнись! Я с тобой никуда не пойду! Какая-то она нервная в последнее время! Интересно, с чего бы это? Тина, а что такое? Где же твоя мама? Ты не слышала? И почему я этому не удивлена? У нее не получилось прийти! Она занята на работе! Не прийти на день дочки и мамы из-за работы? Я бы никогда так не поступила! Да кого ты слушаешь, мам? Мама Тины просто ее бросила! Так, Кэсси, прекрати! Раз мама Тины не пришла, значит она не будет участвовать в конкурсе! Офигеть! Как это не участвует? Папа, вот это кринч! Вместо мамы притащила папу! Тина, ты не перестаешь удивлять меня своей тупостью! Не смей обижать мою дочь, грубиянка! Это ты мою Кэсси назвал грубиянкой! Папа, я же просила тебя не пригодить! Ты меня теперь обозорил так всегда! Тина, подожди! Ты куда? Как же конкурс? Ну она и лузерша! Может уже начнем конкурс, миссис Арея? Ну вот, теперь здесь почти как дома! Мой дом! Как же я по нему скучаю! Гости? Ко мне? Может это Тина? И как мне дальше учиться в этой школе? Кэсси теперь всю жизнь будет надо мной издеваться! Эй, осторожней! Тина, что у тебя снова случилось? Лучше не спрашивай! Я больше не могу быть ребенком разведенных родителей! Я устала! Я знаю, что это такое! Мои родители тоже развелись! Правда? Мне очень жаль! Ну, моих родителей у меня, конечно, не получилось помирить! Но может хоть твоих получится! Давай попробуем! Давай! Потому что я этого больше не вынесу! Встречаемся через час у меня в комнате! Если у меня получится помирить ее родителей, может она наконец-то обратит на меня внимание? Ну что, какой у нас план, чтобы помирить моих родителей? Вот, смотри! И что с этим делать? Ну как что? Клеить, конечно! Что? С помощью этих стикеров мы разработаем план воссоединения твоих родителей! Да это же гениально! Ну вот, это последний стикер! А плана у нас так и нет! Походу, нет! Только зря время потратили! О, я придумал! А давай устроим твоим предкам свидание! Да они в жизни не согласятся! Да верься мне! А вот это тебе еще пригодится! Друзья, а как вы думаете, у меня получится помирить родителей Тины? Пишите ответы в комментариях! Блин, я так и знала, что они не захотят идти друг с другом на свидание! Да подожди ты, прошло только 10 минут! Когда люди любят друг друга, они на свидание не опаздывают! Нейт, твой план не сработал! Быстрее прячемся! Что такое? Твой папа идет! Нифига себе! Не могу в это поверить! Ну и где эта Китти? Она что, решила так пранкануть меня? Приветик, Зак! Я пришла! Ура! Сработало! Ты гений! Да тихо ты! Нас палят! Это я пришел! Ты хотела все исправить? Давай! Я жду извинений! Что? Извинений? Это ты прислал мне цветы со слезными мольбами прийти сюда! Я? Цветы? Тебе? Ха-ха-ха! Какая смешная шутка! Блин! Это походу провал! Так ты будешь просить прощения? Или мне уходить? Я? Прощения у тебя? Да никогда в жизни! Пора переходить к плану Б! И? Что за план Б? Они останутся закрыты вдвоем в этой комнате! И полюбас помирится! Вот увидишь! Эй! Здесь кто-нибудь есть! Вы уходите на нас! Может сходим в киношку? Мы ж не будем стоять под этой дверью! Нэй! Ну какая киношка? Мне сейчас не до этого! Встретимся на том же месте завтра утром! Ну помиритесь вы уже наконец-то! Откройте же вы нас! Да хватит орать! Нет там никого! Ну блин! Ай! 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 Больно! Сильно больно! Ты где ударилась? Вот тут! Зак! Тебе меня что жалко? Конечно жалко! Аааа! Боже! Убери его! Не надо! Я не буду его трогать! Тебе надо! Ты убирай! Какой же ты идиот! Это ты меня идиотом назвала? Ты лучше на себя посмотри! Ты постоянно все портишь! Да ничего я не порчу! Все! Хватит! Успокойся! Ты не трогай! А ты забавная, когда слишься! Ну и как ты думаешь? Они помирились? Да сто процентов! Вот смотри! Ты же дверь нормально выбить не можешь! Неудачник! Выбивать дверь шваброй! Эта идея могла прийти только в твою тупую голову! Кажется, ничего не вышло! Мам! Пап! Ну вы снова ругаетесь! Тина! Что ты здесь делаешь? И кто это с тобой? Кажется, я тебя где-то уже видела! Не важно! Ты права! Важно то, что я ее больше никогда не увижу! Идем, Тина! Нам пора домой! Нет! Тина пойдет со мной! Нет, со мной! Со мной! Нет, со мной! Папин! Вы меня достали! Видеть вас больше не хочу! Ну, приятно было познакомиться! Это ты во всем виноват! Не ты! Ладно! Тина, подожди! Мои родители точно никогда не помирятся! А это все ноет! Я бы смотрела на это в вечность! Тина! А твоя мама придет на твое днюхо? Отвали от меня! Или ты будешь с папочкой праздновать в тесном семейном кругу! Это не твое дело! Поняла? Тина, что случилось? Ничего! Кэсси, что ты снова ей сказала? Я с мамой говорю! Я просто ногти красила! Это не нормально! Я просто с катушек слетела! С днем рождения, Тина! Ура! Спасибо! Ты уже смотрела подарки? Еще нет! Правильно! Ждала папу, чтобы сделать это вместе! Папа, я пойду в свою комнату! У меня нет настроения! Стоять! Никакой комнаты! Ну, как тебе мой подарок? Баскетбольный мяч? Класс! Всегда о нем мечтала! С самого детства! Бабка-то знает, что подарить! Тина, с днем рождения! Нейт! И ты здесь? Спасибо! А ты еще кто такой? Тина, я думал, мы твой день рождения проведем вдвоем! Я друг Тины! К сожалению, просто друг! Ну, друг, рассказывай! Что моей дочке подаришь? Я вот, например, мяч подарил! Круто, правда? Не то слово! А это мой подарок! Духи? Они такие, как у моей мамы! Нейт, откуда ты знал? Как же я по ней скучаю! Ну, пойдем поговорим! Друг! Признавайся! Это Китя тебя подговорила в пидащи Тине? Эти дурацкие духи! Нет, я сам их выбрал! Не ври мне! Да не вру я! Неужели вы не видите, как Тина скучает за мамой? Ни за кем она не скучает! Ей и меня хватает! А про мать Тины я вообще слышать не хочу! Только и думайте о себе! Сегодня же день рождения Тины! Ну, неужели так сложно переступить через свою гордость? Это Китя гордая, а не я! Ну, только представьте, если именно вы приведете маму Тины к ней на день рождения, вы же станете героем этого дня! Героем? А ты голова! Ну, ладно, жди меня здесь! Фух, неужели дошло? Если ты решишь подходить к Тине, имей ввиду! Я не против! Капец, он чудной! С днём рождения, Тина! Что? Сегодня день рождения моей дочки! А меня даже не позвали, представляешь? Ага, капец вообще! Ещё и Зан! Я ведь его люблю! Как он мог так просто от меня отказаться? Очень трогательная история! Она сказала, что меня любит! Не могу поверить своим ушам! Какая же я несчастная! Китти, пойдём со мной! А ты отца нет моей жены! Эй, ты чего? Я с тобой никуда не пойду! Да у тебя выбора нет! А-а-а! 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 Эй! Аплодить кто будет? Вам что, тут бесплатный кабинет психолога? Достали! Загадывай своё самое заветное желание и задувай свечу! Самое заветное желание всё равно не сбудется! Идиот! Нет! Я не на них! Да успокойся ты! Мама! Доченька! С днём рождения! Но я же говорил, что желания сбываются! А ты не верила! Ну что, доченька, тебе нравится мой подарок? Очень! Но я так не хочу, чтобы вы ругались! Хотя бы сегодня! Мы больше не будем ссориться никогда! Я тебе обещаю! Милая, прости меня! Я был не прав! Я тебя люблю! И я тебя люблю, Заг! Мам, мама! Мы наконец-то снова вместе! Вот это поворот! Такого я не ожидал! Это всё благодаря твоему другу Нейту! Это он меня надоумил сделать первый шаг! Нейт! Спасибо тебе! Я вспомнила, где я тебя видела! Это ты принёс мне цветы от дата, которые он на самом деле не дарил! А потом вы были утром вместе возле той комнаты! Получается, это вы устроили то свидание! Дошло наконец-то! Ну что, будем праздновать мою днюху? Да! Наконец-то мои родители помирились! Они снова вместе! Эй, лузерша! Ну как там твоя днюха с папашей? Весело было! Вообще-то мои родители уже помирились! Вот, смотри! Ну здесь же видно, что это фотошоп! Никакой это не фотошоп! И вообще, это не твоё дело! Вали отсюда! Ой, посмотрите! Защитничек нарисовался! Спасибо тебе, Нейт! За что? Ну, ты столько всего делаешь для меня за эти последние дни! Я даже не понимаю, почему ты мне так помогаешь! Потому что ты мне нравишься! Уже давно! И для меня важно, чтобы ты была счастлива! Ты мне тоже нравишься, Нейт! Очень! Эй! Это школа, а не место для свиданий! Ой! Спасибо, Нейт! Это было лучшее свидание в моей жизни! Знала бы ты, сколько я его представлял! Это так мило! Вот, держи ещё пирожное! Я совсем забыла! Наши родители позвали на семейный ужин! Идём скорее! А ты уже сказала родителям, что мы встречаемся? Или мне из себя друга изображать? Ну, конечно, сказала! Я же говорил, что лучше, знаю, как нужно! Да откуда тебе знать? Зачем ты вообще суёшься на свой нос? Они что, опять ругаются? Опять! Вот, блин, только же всё нормально стало! Идём скорее! Да не трогай ты, я сказала! Так и знал, что тебе пофиг на моё мнение! Мам, пап! Только не говорите, что вы опять разводитесь! Что случилось? Мы? Разводимся? Да нет! Мы просто спорили, вкусный ли пирог получится! Фух! Ну, разве пришли раньше? Давайте помогайте накрывать на стол! С удовольствием! Так! Ммм! С весёлой начинкой очень вкусно! Угощайтесь! С удовольствием! С удовольствием!